Всем привет! В эфире передача о талантливой молодежи Карачаева Черкесской Республики Поставь мне лайк! Сегодня у нас в гостях очень увлеченный спортсмен. Он долгое время занимается смешанными единоборствами, участвует в крупных соревнованиях. О чем он мечтает? Впрочем, давайте знакомиться. Я люблю спорт. Я очень люблю спорт. Я, конечно, люблю свою семью и уважаю старших. И хочу пожать руку Хабибу Нурмагомедову. Привет, Ибрагим! Мне очень рада, что ты пришел к новую передачу. Давай ты начнешь с того, что расскажешь, откуда ты? Ну, вообще, я родился в городе Лермонтово. Проживал в Черкесске и в Северной Дружбинской. Ну, на данный момент я проживаю всего другого. Так, ну расскажи, в какой школе ты учился? Я учился в 4-й, в 8-й школе и учился в Дружбинской школе. Так, а закончил школу? Закончил школу в Дружбинской. Сколько классов ты окончил? 9 классов. И дальше куда поступил? В Кольческе, да. На какую профессию? На программиста IT. Давай немножко поговорим тогда об учебе. Какие предметы ты любил в школе? Ну, в начальных классах я любил, конечно, математику, русский, литературу, а дальше уже любил, ну, как физкультуру, историю и общество знания. А какие предметы ты сдавал? Я сдавал общество знания, биологию и русский математику. Угу. А чем ты увлекаешься? Увлекаюсь на данный момент спортом, учебой, ну и потихоньку там пробую петь. Угу. Хорошо. Давай для кого подробнее поговорим о спорте. Как ты пришел к нему твоя самая первая секция? Вообще я пришел к этому вместе с отцом. Я пришел на секцию дзюдо, вместе с отцом меня привел туда отец, потому что он хотел сделать из меня мужчину, так скажем, хотел отхарактеризовать мой характер, отточить его. И думал о моей спортивной карьере. Начал заниматься дзюдо, дзюдо занимался. Занимался где-то лет семь. А с скольки лет? С пяти, с пяти лет. То есть с пяти до двенадцати лет занимался дзюдо? Да. Участвовал ли ты в каких-нибудь соревнованиях по дзюдо? На самом деле мало выступал. Выступал на республиканских соревнованиях, был на первенство России. Угу. Да. Давай поподробнее про твое, ну, первое соревнование твое. Самое мое первое серьезное соревнование, это было первенство России по дзюдо. Тогда я стал бронзовым призером. На самом деле, было очень трудно. Особенно мой последний соперник, ну, с которым я боролся за третье место, он был очень серьезный. И я одержал волевую победу. Угу. Ну, расскажи про твои эмоции. Что ты чувствовал, когда в столь юном возрасте уже на первенство России поехал? На самом деле, это были незабываемые эмоции. Это просто, как бы сказать, не передавать, ну, не передать словами просто. Это было послушивительно. Расскажи, как ты настраиваешься на бой? Есть ли какие-то фишки, какие-то маневры, которые тебя успокаивают? На самом деле, без чужой помощи я не смогу. Сам задает отдачиваться на бой. И без зонеров, конечно же, невозможно выйти. Меня, ну, мне помогает мой старший брат. И он меня подбадривает, мне придает уверенности, и я ухожу так на бой. Так. Ну, хорошо. Ты 7 лет прозанимался дзюдо. Оставил ли ты спорт или продолжил заниматься? К сожалению, я оставил спорт из-за травмы, из-за левой коленки. К сожалению, я порвал здесь, вот здесь какие-то мышцы порвал, и колено вылетело. И на самом деле, ну, потом пролежал 2-3 года. Потом еще и операция была, и я вовсе бросил этот спорт. И потом у меня был просто где-то полгода-год. А сейчас ты занимаешься каким-то видом спорта? На данный момент я занимаюсь смешанными единоборствами, ММА. А сколько времени? Ну, идет уже третий год. Твое мнение, спорт это для понятия духа, или чтобы ты мог дать задачу во дворе? Ну, смотря на это, как смотреть. Если человек занимается для себя, то он, конечно же, с целью занимается, чтобы дать задачи на улице. А на самом деле спорт и для того, и для этого. Нужно становиться и сильно и в ринге, и на улице. Ну, расскажи, ты перешел в ММА. А участвовал ли ты в каких-то соревнованиях? А вот это уже долгая, на самом деле, история. Мои самые первые соревнования, это была республика по панкратиону, кубок АЧР. Стал бронзовым призером. Потом, чуть позже, я поехал на чемпионат России по спортивному микс-файту. Альхамдуллиллах, стал чемпионом, занял первое место, поехал на Кубок Мира, попал на контактному рукопашному бою. Альхамдуллиллах, я занял третье место, стал бронзовым призером, попал в сборную России. Вау, это очень круто. Спасибо. Сколько тебе лет? Полных 15. Это очень круто, что в 15 лет ты уже попал в сборную России. Расскажи про свои эмоции, что ты чувствуешь? Больше всего эмоций я получил, когда выиграл чемпионат России по спортивному микс-файту. Это просто, как я говорил ранее, это реально не передать словами. Я очень был рад. Я благодарен также своему тренеру, своим старшим братьям, своим соратникам. Я всем благодарен за то, что они меня поддерживали. И это было незабываемо. Как относится твоя семья к тому, что ты занимаешься спортом? Отец относится положительно, хочет также помочь мне в этом, продвинуть мою спортивную карьеру. На самом деле мама относится к этому не очень, потому что она думает, что это жестокий вид спорта. Но я пытаюсь ее переубедить. Вообще, с какими мыслями ты выходишь на бой? Ты прям настроен на победу или думаешь, ну да, было бы круто, если я победил? Я выхожу с уверенностью, с таким настроем, со спортивной злостью к своему сопернику. Мы друг другу доказываем, кто из нас сильнее и кто из нас победит. Не важно, кто из нас сильнее. Главное, чтобы был один победитель и один проигравший. Ну вот, когда уже бой закончился, вот представим, что ты проиграл. Чувствуешь ли ты какую-то ненависть, какую-то злобу на него? На самом деле я на соперника не держу злобу, а держу злобу на себя. То, что я не смог в каком-либо моменте это кончить, ну, все силы отдать на это. Вот, на самом деле так тоже бывает. Так, а если ты выиграл, что ты чувствуешь? Как ты себя подбодряешь, как ты себя поощряешь за эту победу? Ну, первыми делами я благодарю Всевышнего за то, что он мне даровал победу, за то, что он мне помог в схватке. И просто потом приезжаю к себе в село, меня все празднуют. Ну, забираются все друзья, все родственники, даже соседи собираются. И я на самом деле очень благодарен за это. Я не думал, что будет такая поддержка после последних соревнований особенно. Ну, был ли у тебя такой момент, когда ты прям почувствовала, что ты звезда? Ты вот победитель. Конечно, была такая мысль, особенно вот после последних соревнований. Я чувствовал мощнейшую уверенность в себе. И будем идти дальше. А были ли у тебя в спортивной карьере такие моменты, когда ты думал, что все, я больше не хочу, я устал, можно бы бросить уже это? После соревнований в Ставропольском крае на самом деле была такая мысль. Но меня также переубедил старший брат. Я очень ему благодарен за это. И я продолжил большие идти. А почему эти соревнования? Потому что они тогда очень многое значили для меня, на самом деле. Это победа, на самом деле, для меня очень многое значило. То есть ты считал, что победа станет заключительной в своей карьере? Я очень благодарен, скажу еще раз, я очень благодарен своему старшему брату, то, что он меня договорил от этой идеи, то, что он меня настроил на путь идти дальше, то, что он мне сказал. Трудности бывают. Везде трудности бывают. В жизни, в спорте. Надо просто это преодолеть. Иврагим, ты боец в жизни? Ну, не буду возвращать себя. Думаю, да. Я характером справедлив, честен. И всегда стану на сторону славы. Ну, ты сказал, что после последних соревнований ты попал в сборную России. Что это для тебя? Что это тебе дало? И как-то это повлияло на твою спортивную карьеру? Чем ты занимаешься углубленно? Как-то? Ну, на самом деле, я не езжу на сборы. Меня просто записали в сборную России по полноконтактно-рокопажному бою. Ну, и все, в принципе. А в боях без правил? В боях без правил? Я равняюсь больше всего на Хабиба Нурмагомедова. Во-первых, я равняюсь на него характером. Таким же быть честным, справедливым, утонченным, так скажем. И в какой-то мере строгим. А близок ли тебе Конор Макгрегор по духу? Конор Макгрегор, конечно, близок. Во-первых, умение зарабатывать деньги. Это, на самом деле, тоже надо уметь. Он делает шоу, он на этом зарабатывает. И он поднял буквально этот вид спорта с колен. А каким видом спорта ты бы хотел заняться еще? Ну, хотел бы я заняться, на самом деле, муай-тай, тайским боксом. Хотел бы заняться. Ну, и было бы хорошо грекоримской борьбой. А ты знаешь, что такое последний русский император? Конечно, знаю. Это Федор Емельянько. Ты смотришь его бои? Ты смотришь его бои? Конечно, смотрю. На самом деле, он легенда этого вида спорта. Один из самых худших бойцов в тяжелом, полутяжелом весе. Он сотворил историю в этом виде спорта. Я восхищаюсь также ему. Чем он тебя привлекает? Во-первых, характером в этом виде спорта. Он, на самом деле, преодолел тяжелые трудности. Он преодолел неуверенность в самом себе. Когда у него это было после самбо, он хотел перейти в смешанные бои. И он меня восхищает просто умением и, как сказать... Тактикой боев. Да, просто тактикой боя и духом боя. Да, он не всегда и порой. Да. Ты очень мило говорил про своих братьев. На самом деле, очень приятных слов. Расскажи, сколько у вас семьи? Вообще, нас в семье, если считать и отца, и мать, нас шесть человек. А братья и сестры? Ну, брат один, сестра одна. Угу. Нас трое. Так, расскажи подробнее про брата, который тебя все время наставляет, все время поддерживает, пободряет. Его зовут Амир. Ему 16 лет. Он такой же боец, как и я. Он также занимается этим видом спорта. И просто, что, вот, как сказать, у него есть вот этот дух просто идти до конца. И он меня, как сказать, тащит за собой, чтобы я достиг таких же высот в этом виде спорта. И я ему очень благодарен Амир. Скажи, вот вы всегда такие дружные братья? Вот поддерживаете друг друга там, да? Или же все-таки вы там, бывает, и подеретесь, и поругаетесь? Ну, бывает дома, когда мы в шутку деремся, и когда вот там случайно кто-то попал, и там, бывает, на друг друга обижаемся. Но в итоге миримся бывает. Ну, вот представь, что у вас очень серьезный бой, и твоим противником встал он. Стал бы ты драться или вот сделал какой-то другой поступок? Я бы ему отдал бы в виду. Я бы ему поднял бы руку. Во-первых, он старше. Во-вторых, у меня к нему большое уважение. И я ему в первый раз отдаю. Он мне во второй раз отдаст, если так случится. Когда-нибудь в будущем. Получал... Ну, расскажи, в детстве, получали вы все втроем, или же сестру это миновало? Сестру это миновало, конечно. В основном озорниками были мы со старшим братом. В детстве все время творили какую-нибудь там, я не знаю, шалость. Бывало, там, я не знаю, бывали проведения перед родителями. Ну, и отхватывались за дна. А в детстве кем ты мечтал стать? Космонавтом. Космонавтом. А сейчас? А сейчас, как минимум, в любительской карьере я сейчас мечтаю стать чемпионом мира. Шалость, я этого достигну. И продвинуть свой народ. И стать бойцом, чемпионом UFC. Все по воле UFC ушли. А в профессии кем ты хотел стать? Ну, программистом, естественно. Не со стыковочкой, да? Нет, нет. Ну, ты очень спортивный человек. А занимаешься ли ты чем-то творческим или, может, занимался? Занимался танцами. На самом деле, ну, не так много, как могут подумать. А что за танцы? Ну, народные танцы. Национальные, да? Национальные танцы, да. Так, и сколько лет ты ими занимался? Даже не лет, ну, почти год. Почти год. А почему тебя привлекло это? Ну, на самом деле, меня не сразу это привлекло. А посоветовала тетя, я решил попробовать. И со временем понравилось. Но потом бросил, подумал, спорт как-то меня больше привлекло. На самом деле. А считаешь ли ты, что какие-то творческие занятия, спорт не могут быть вместе? На самом деле, нет, не могут. Я думаю, что не могут. Ну, ты их в себе совмещаешь. Ну, бывает иногда. А еще чем занимался? Ну, пытался играть на пианино. На самом деле, неудачный опыт. Но это... Так, ты пошел в музыкальную школу, правильно? Да. А сколько ты проходил? Ну, на самом деле, мало. Но месяца три-четыре, наверное, пытался поезде научиться. Там что-то поделал, что-то там, поиграл. Как-то не получилось и перегорел. Кем ты себя видишь через 20 лет? В первую очередь, я вижу себя достойным мужчиной. Во-вторых, я вижу себя бойцом. Ну, и в-третьих, если я достигну этого, конечно, я вижу себя чемпионом UFC. Вот ты сказал, что ходишь стать чемпионом мира. Ты сейчас к этому идешь, тренируешься. Сколько раз в неделю у тебя проходят тренировки? Пять дней в неделю. Пять дней в неделю. Пять дней в неделю. Очень интересно посмотреть, как ты тренируешься. А на твою тренировку мы как раз-таки заглянули. Пойдемте посмотрим. Пять дней в неделю. Очень интересно у тебя прошла тренировка. Мне очень понравилось. А теперь вопрос. Как ты считаешь, должны ли девочки заниматься боевыми искусствами? Или же все-таки это должно касаться только мужчин? Ну, я считаю, да, должны. Они должны уметь, ну, постоять за себя, я считаю. Ну, а в каких ситуациях девушка может постоять за себя с помощью боевых искусств? Допустим, на улице, там, я не знаю, если кто-нибудь нападет на улице. В этом случае можно защитить себя. Ну, а ты смог бы научить меня каким-нибудь приемам? Конечно. Ну, вот представим, что он подошел сзади и положил руку на плечо. Ну, вот он положил вам руку на плечо. Оп. И отсюда можно колено, можно отсюда ногу выкинуть. Можно сделать все, что угодно. Можно локтем провести. Тут уже как захотите. Ну, представим, что подошли и схватили за одежду. Что делать? Ну, для начала нужно выбить руки. Можно отсюда коленом пробить, можно отсюда локтем пробить. Можно любой удар выкинуть отсюда. Но лучше всего бросить что-либо от ногой. Вот. Я так считаю. Благодаря твоим советам я теперь смогу спокойно выходить на улицу вечером. Ибрагим такой жизнерадостный, позитивный, верный, хороший друг. Не любящий проигрывать, постоянно как-то пытающийся соперничать. Такой вид людей. Ну, обычно не фуфлонит. Обычно хорошо тренируется. Более упорно тренироваться, не пропускать тренировки. И вскоре ему он добьется своих результатов. Либо тренер, либо, не знаю, пусть будет директором спорта Карачащика из республики. Ибрагим, спасибо тебе большое за такую интересную беседу. Надеюсь, что все твои цели, которые ты поставил, будут достигнуты. Спасибо. А если вы тоже хотите стать гостем нашей передачи, пишите на телеканал Архиз24. А с вами была передача «Поставь мне лайк». Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok